Обстановка в этой квартире воссоздана по воспоминаниям дочери Алексея Толстого. Два книжных шкафа и письменный стол, кровать с деревянной спинкой, зонтик Александра Леонтьевны, мамы писателя, создают настоящий эффект присутствия. Время тут будто остановилось. Так много вещей, которые необходимы в быту. Все они передают атмосферу тех давних лет, когда здесь проживала семья Толстых. Вот когда музей открылся, и сюда приехал на открытие сын Алексея Толстого, Никита Алексеевич Толстой, он написал, я вошел в эту квартиру, у меня такое ощущение, что я вернулся в свое прадетство. Вот эта атмосфера подлинности, ощущение того, что вот только что Алексей Толстой здесь был, и куда-то на секунду вышел, это ощущение, которое было создано трудом очень многих людей. Журналист и писатель Алексей Николаевич Толстой появился на свет 10 января 140 лет назад. Благодаря экранизации его известной повести «Золотой ключик», многие поколения детей безошибочно ответят на вопрос «Скажите, как его зовут». В 1923 году писатель, будучи в эмиграции, начал работу над произведением Карла Колоди «Приключения Пиноккио». Эту историю ему захотелось издать на русском языке в своей литературной обработке. Работая над пересказом произведения, писатель вспоминал свое детство и мечты о необыкновенных приключениях, которые давно хотел воплотить. Поэтому его Буратино так похож на самого автора. У нас лучшая коллекция иллюстрации к сказке «Золотой ключик». Целенаправленно музей собирал эту коллекцию с самого начала. Первый иллюстратор сказки «Золотой ключик», он был репрессирован в 1937 году, но у нас есть четыре авторских рисунка. В основном на экскурсию в музей приходят школьники. В таком интерактивном формате познакомиться поближе с творчеством великого писателя не только просто, но и интересно. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События.